В Хэнкенди процветает проституция, десятки миротворцев заражены венерическими заболеваниями. Как сообщает независимый мониторинговый центр, который работает в основном с семьями погибших, раненых и пропавших без вести армянских военнослужащих, в течение последних трех дней из России в Ированский аэропорт были осуществлены несколько рейсов военно-транспортными самолетами. После разгрузки стало известно, что грузом является спецлаборатория, несколько бригад военных и гражданских врачей, а также лекарства и медикаменты. Груз в срочном порядке доставили в Хэнкенди. Как рассказал сотруднику центра один из водителей скорой помощи Центрального военного госпиталя Министерства обороны Армении, расположенного в Ироване, среди военнослужащих миротворческих сил РФ распространились венерические заболевания. Медицинская бригада и спецлаборатория предназначены для санитарной части основной базы российских миротворцев в Хэнкенди. По словам водителя, он тоже на своей машине дважды отвозил в Хэнкенди различные товары, медикаменты и оборудование. Во время второго рейса груз провожал инструктор санитарной части российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, какой-то майор Степанов, который по дороге рассказал, что среди миротворцев распространились различные кожвенерические болезни, микробы, различные грибки и сифилис, передаваемые части основной базы, а также чесотка, экзема и другие кожные заразы, в том числе и туберкулез. Майор рассказал, что анализы зараженных российских военнослужащих также отправили в Москву, в лабораторию Центрального госпиталя Минобороны РФ, чтобы на всякий случай проверить их и на спид, сказал шофер армянского военного госпиталя. Во время беседы с покинувшими Ханкенди армянами сотрудники мониторингового центра узнали, что после войны почти все объекты общественного питания, маленькие отели и хостелы, а также пустующие квартиры в Ханкенди, которые сдаются в аренду посуточно, превратились в обыкновенные притоны, где после дежурства предпочитают отдыхать миротворцы. Многие эти заведения функционируют под видом массажных салонов. Отдыхающих, которые пользуются услугами армянских проституток, угощают дозой наркотиков местного производства. По данным, в годы оккупации Карабаха армянами, на этих территориях под строгим контролем армянских спецслужб, специалисты из Ирана производили различные виды наркотиков. Посаженные на оккупированных районах Азербайджана наркотико-содержащие растения, конопля, гашиш и другие галлюциногенные растения перерабатывались в подпольных цехах и готовая продукция через сеть армянских ОПГ в России поставлялась во все регионы постсоветского пространства, а также в Европу, через русскую мафию. Так, в результате таких активных похождений российских военных, теперь в санчасти военной базы, дислоцированной в центре Ханкинди, строят дополнительный корпус для зараженных венерическими заболеваниями, а также и для туберкулезников, и создают новую лабораторию. Скоро собираются соорудить и мини-наркодиспансер, так как командование явно не хочет, чтобы в прессу просочилась информация о болезнях миротворцев. Как сообщается, из-за роста зараженных венерическими заболеваниями и численности наркозависимых среди российских солдат, командование миротворческих сил РФ в Карабахе уже получило от Министерства обороны устные выговоры и предупреждения. Напомним, что личный состав миротворческого контингента РФ в Карабахе получает по армянским, и даже по российским, меркам слишком высокую зарплату. Там учитываются все риски, и государство делает хорошие надбавки к зарплатам офицеров и рядовых военнослужащих. Вот и тратят молодые ребята эти деньги, где могут. По словам таксистов, которые работают по маршруту Ирован-Ханкинди, из столицы и других городов Армении, женщины едут работать в этих заведениях. Среди женщин ходят слухи, что в Ханкинди есть хороший заработок в саунах, и девушки там неплохо зарабатывают. Люди с семьями покидают Ханкинди и окрестности, а путаны, женщины легкого поведения, наоборот, едут туда работать. Сейчас очень много квартир и домов в Карабахе, которые либо продаются, либо сдаются в аренду. А арендуют их в основном секс-работницы, которые обслуживают российских солдат. Это сейчас единственный источник дохода для армян в Карабахе. Раньше было хорошо, даже из самой Армении все отправлялись туда грабить оставленные азербайджанцами дома, во время сезона фруктовые сады. Прихватил кто, что мог. Многие собирали металлом, разобрали колхозную технику и по частям продавали в Армении. Более 20 лет этот процесс продолжался. Тысячи людей из Армении отправлялись туда, чтобы зарабатывать. А сейчас нам армянам досталась дырка от бублика, и без этих районов, расположенных вокруг Карабаха, в Ханкинди, никто не сможет жить дальше. А что они будут кушать, где будут работать, чем будут заниматься? Все фруктовые сады, леса, реки, озера, пастбища, фермы были на отобранных у азербайджанцев землях. В оставшейся части Карабаха наш народ долго не будет жить, рассказывали сотрудникам Центра армянские таксисты, частные извозчики, работающие по маршруту Ирован-Ханкинди. Добавим, что численность желающих покинуть Ханкинди и другие районы, оставшиеся в зоне ответственности миротворческих сил РФ, растет с каждым днем. Многие жители готовы продать свои квартиры и дома, и переселиться хоть в окрестности Ирована, лишь бы подальше от Карабаха. Многим армянам теперь даже само слово Карабах внушает ужас и страх. У представителей старшего поколения, у которых погибли, покалечились или пропали без вести дети в Карабахе, при упоминании этого слова от гнева зрачки расширяются, и они тут же вспоминают армянских политиков самыми добрыми словами, и категорически заявляют, что больше, никогда не отправят своих детей на эту кровавую землю.